В доме номер 5 по улице Новгородской протекают канализационные трубы. Жуткий запах не даёт жильцам покоя, а в подвале завелись блохи. Дом находится в эксплуатации с 1974 года. Старожилы уверяют, такого бардака никогда в доме не было. Как не стыдно рисовать эти стрелки, посадить бы хоть одного чиновника в этот подвал, сколько он выдержит в том подвале. Это уже настолько очковтирательство, настолько, что стыдно за дом, за себя, за наше проживание в нашей стране. На проблемном подвале беды дома не заканчиваются. Крайнему подъезду грозит просадка грунта. А на первых этажах – сырые полы и стены. Привезли машину глины, дворник всяк-так раскидал. Сейчас под дом плитка не уложена. Женщины мы сами плиты не уложили, чтобы как-то пройти в дождь по глине. Под дом идёт вода. С той стороны дома тоже труба вот эта, где сливная, отбитая. Вода тоже вырыла яму, вся вода идёт под дом. Поделиться проблемами пришли и жители соседних домов. От коммунальщиков помощи уже не ждут. Говорят, звонить на 1580 бесполезно. У нас во дворе очень много детей, но крысы у нас бегают днём и ночью. Возле колодеца вот такие большие дырки, и они, понимаете, просто гуляют. И дети вместо того, чтобы в песке или где-то, они во дворе гоняют просто крыс. У нас просто убедительная просьба сделать дезинфекцию в подвале. В основании о проблемах этих зданий знают. В целом техническое состояние дома специалисты оценивают на удовлетворительно. А старые канализационные трубы текут, потому что не выдерживают халатного отношения жильцов к коммуникациям. Регулярно на этом жилом доме засоряется внутридомовая канализационная система, а также выпуска, которые выходят на дворовую канализацию. То есть мы всячески чистим их, но бывает, ну такое иногда кинут. Жители Хортицкого района должны основанию 2 миллиона гривен. Из них 150 тысяч коммунальщики недосчитались от абонентов этого дома. Но тем не менее, ремонт труб запланирован и состоится в ближайшее время. Будут выполнены земляные работы и будет произведена замена выпуска канализационного. Вопросы решаются сейчас по материалам необходимым. Вот поэтому я думаю, на следующей неделе это решится, этот вопрос. Что касается блок в подвалах, работники Диснаба в июне провели работы по устранению насекомых. Уничтожение грызунов будет проходить в плановом порядке.